для не точно наш сегодняшний разговор без галстука неофициальный это знаете не деловое интервью хотелось бы чтобы это был душевный разговор человеческий такой но мне во всяк случае хотелось бы чтобы получилось так я думаю что иначе и быть не может поэтому в этом направлении никаких усилий ни вам ни мне прикладывать не ну ну тогда поехали здравствуйте в эфире программа разговор меня зовут александр мягченков а герой нашей сегодняшней передачи леонид ирман заслуженный деятель искусств легендарный директор московского театра современников у нас так принято в начале небольшая информационная справка может быть здесь какие-то неточности будут так вы меня пожалуйста поправляйте ирман фамилия немецкая в мире насчитывается порядка 20 известных людей с этой фамилии историки физики писатели врачи среди двадцатки и наш леонид ироч эрман леонид ироч ветеран войны ушел на фронт в 18 лет потом поступил в школу-студию мхат на постановочный факультет в 1958 году был приглашен в современник в театр современник на должность заведующего постановочной частью затем работал директором распорядителем этого театра в 1976 году по просьбе олег николаевича ефремова перешел в амхат но в 1989 вернулся в современник за годы его директорство были созданы самые знаменитые спектакли этого театра и более 50 раз проходили гастроли по всему миру в 2012 году эрман уходит из театра ушел из театра или ушли как пишут в интернете леонид ирочи действительно в 2000 я вспоминаю это был совсем недавно знаете так вот жизнь такая странная штука иногда то что происходило там 30 лет назад тебе кажется ну вот вот это было вот совсем недавно да а то что было вот совсем недавно кажется как много лет как много времени прошло с того момента вот у меня такое же ощущение что 2012 год театральная москва бук буквально гудела гудела и эрмана уволили вот почему так случилось мы поговорим чуть чуть позже пусть у нас будет такая интрига для наших зрителей а вот сейчас мне скажите вот за эти два года без современника какое в вашей жизни было самое яркое события запоминающиеся значительные события со знаком плюс трудный вопрос как ни странно постарайтесь вспомнить вы знаете я я привык привык событиями в своей жизни считать театральные события и очевидно это уже стало свойством настолько органичным что все другие события это это только события нашей общей жизни театральных событий за те два с половиной года которые прошли после моего увольнения из театра современник таких нет к сожалению таких нет обратите внимание я зал положил со знаком плюс значит те которые вас восхитили бы удивили порадовали я помню ваш вопрос и отвечаю что к моему глубокому сожалению я не стал свидетелем таких событий особенно грустно мне что я за эти два с половиной года ни разу не побежал в современник на его новый спектакль когда вы уходили из театра современник говорят что может быть это легенда не знаю галина волчек подарила вам бессрочный сертификат на все спектакли современника нет это какая-то красивая легенда да что вы да галина борисовна к сожалению не сказала мне даже до свидания да что вы к сожалению может быть в этом был виноват я может быть так сложились обстоятельства того дня когда я ушел но я в душе уважаю и люблю друга своей жизни Галю волчек но никаких проявлений приходи не забывай с ее стороны к сожалению не было это это для меня в общем-то открытие потому ну скажите а если вы вдруг ну вот давайте так пофантазируем захотите пойти на какой-то спектакль в театре современника ну я думаю что проблем не будет не будет же нет конечно конечно проблем не будет я обращусь к может быть может быть теперь уже директору театра новому поскольку я с ним но там после вас говорят уже второй или третий директор сейчас директором театра современник назначен насколько мне известно Игорь Павлович попов работавший заместителем директора в правом хате поэтому я думаю что если мне захочется посмотреть какой-то спектакль я смогу набрать телефон Игоря Павловича и он посодействует мне увидеть спектакль может быть может быть позвоню заместителю директора Лидии Владимировне Постниковой я думаю что у вас не будет проблем вам стоит захотеть но в смысле к сожалению я не вижу спектакля на который надо было бы пойти вот это меня очень огорчает да это грустно это грустно все что вы говорите давайте мы сейчас к современнику еще вернемся пойдем по порядку вот Людмила Иванова наша замечательная и любимая актриса вы знаете Людмилу Иванову да народную артистку России актрису театра современника а вы не знаете что она была моей супругой ну я думаю что немногие телезрители я то знаю но мне надо чтобы вы произнесли вот это она была одной из ваших супруг многочисленных вы же многоженец Леонидович ну мы нет Людмила Ивановна была не единственная но значит многоженец это не совсем это не точно еще одну легенду мы опровергли так вот ваша первая супруга бывшая супруга Людмила Ивановна пишет Леонид О.Щерман в своей книге о современнике вообще жизни настоящий фанат театра для него в жизни нет ничего кроме театра ничего кроме театра театр его дом его семья его профессия это действительно так судя по всему и то что вы сказали что в вашей жизни нет никаких событий потому что вы мерите все мерками театра ну в общем то мне всю жизнь казалось что мое служение делу нашему это театр удивительно все что вы говорите для меня это просто как вот глоток холодной родниковой воды потому что вот недавно я разговаривал с одним режиссером современным именитым режиссером он сказал слушайте ну что вы все театр 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 да не может ваш театр сегодня изменить ничего театр это ну просто так развлечение что с помощью театра можно сегодня сделать ничего сказал он а то что вы говорите я так понимаю может и даже сегодня хотя конечно в связи с телевидением в связи с многочисленностью событий в общественной жизни театру стало работать нелегко театр театр должен выходить на такие высокие рубежи которые не могут быть постоянны но тем не менее я убежден что и сегодня театр это очень важная точка общественной деятельности скажите в каком году появился напомните в каком году ну считается год основания современника современник показал свой первый спектакль так пятнадцатого апреля тысяча девятьсот пятьдесят шестого года пятьдесят шестого года но но у него не было еще не было как бы театр ничего не было а вот когда появился театр все-таки дата основания театра по-моему вот не не вот это через два года через два года в апреле пятьдесят восьмого года был официально создан театр студия современник и передан из мхатовской системы в которой он показывал спектакль вечно живые как самостоятельный театр студия современник введение тогда это называлось комитет по культуре москвы значит это тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год смотрите значит получается в современнике вы поработали восемнадцать лет пятьдесят восьмого года я так понимаю да по семьдесят шестой год когда по просьбе олега николаевича вы перешли в амхат помогать своему другу говорят ефремов к вам очень нежно и трогательно относился и у вас даже есть его это было взаимно у вас даже есть портрет на котором он не хочу врать как там было написано дорогому другу не лёни а леониду иосичу с любовью на всю жизнь есть дорогую стоит есть значит это не легенда значит это всё правда это правда скажите мне так вот в восемьдесят девятом году вы возвращаетесь в современник значит семьдесят шестой восемьдесят девятый это тринадцать лет вы были в амхате тринадцать лет я работал в амхате а в восемьдесят девятом году не помню даты и не вспомню сейчас но это не столь важно да Меня позвал Олег Николаевич и сказал, Лёнь, звонила Галя, она очень просит, чтобы ты вернулся в современник. Волчек убеждает Ефремова. Ефремов убеждает вас, что театру «Современник» нужна ваша помощь, потому что вы мастер. В «Современник» работали мои ученики. Что-то не устраивало Галю. Мне это было обидно, мне это было грустно, но, очевидно, обстоятельства работы в «Современнике» требовали того, чтобы Галина Борисовна Волчек сделала то, что она сделала, и она пригласила меня на должность директора в театр «Современник». И надо сказать, что дела пошли в гору, сразу же пошли в гору, стали появляться спектакли. Эти 23 года работали активно, дружно, и мне кажется, что это были очень плодотворные годы театра «Современник». 23 года, вы сказали. Я почему-то писал 25, значит, я на два года ошибся. А, вы ошиблись, да. 23 года. И на самом деле, ведь все лучшие спектакли, все самое лучшее, что происходило в «Современнике», ну, я имею в виду период «Волчек», да, не «Ефремовский период», а «Волчек», именно связано с вашим именем. Нет, не с именем. С работой, да. С вашей работой, но, как говорят, кто руководит театром? Художный руководитель, там, или главный режиссер Галина Волчек, директор театра Леонид Эрман. Ну, вы же никуда от этого не денетесь? Да я не отказываюсь от своего участия в этой большой... Ну, посмотрите, вот сегодня тандемы говорят. Театр Вахтангова, Туминос и Крок. Российский бывший детский театр, российский молодежный театр, Бородин и Любый. Ну, это так вот принято. Вот эти тандемы, это очень важно. Или нет? Вот, смотрите, Табаков один сегодня. Сам себе режиссер и хозяин театра. Я все-таки за единоначалие в театре. И за то, чтобы тандем этот обязательно был. Один худрук справиться не может. Это очень сложно. Но один директор может управлять, когда нет худрука? Вот Тартаковский в театре Атверетта, у него говорят, успешно дела идут, и все замечательно. Потому что двоим-то сложнее договориться как-то, понять. Это индивидуально. Было много споров, но я прикладывал все возможные силы к тому, чтобы творческие замыслы Галины Борисовны осуществлялись без осложнений. И она действительно сделала очень много больших спектаклей. Поэтому каждый год на государственном уровне отмечаются дни рождения Галины Борисовны. Ее показывают по всем центральным и не только центральным каналам. Огромное количество интервью она раздает. Ее заслуги признаны. Но есть люди, которые, как говорят, они люди, бойцы невидимого фронта. Там, за кулисами. И один из них, Леонид Эрман. Вот и хотелось бы понять, почему, вот смотрите, сколько вы сделали, я просто, вот, я простой зритель, я хочу понять. Может быть, я примитивно все понимаю, вот вы мне объясните, пожалуйста. Мне казалось, директор в театре, царь и бог. Я помню, как несколько лет назад, когда я пришел от канала «Столицы попросить», мы снимали такой проект «Золотая коллекция» снимать спектакль. Я понял, что Эрман – это, ну, это бог театра. Это лидер театра, потому что без него ничего не сделать, он хозяин всего этого дела. И мне понравилось с вами, мы с вами дней пять, наверное, общались, вы пять дней меня приглашали, и я понял, как тут здорово, как тут все на своем месте, как этот механизм четко и ясно работает. И в результате мы сняли два спектакля вообще фантастических, и они вошли в «Золотую коллекцию». Но наступает 2012 год, и говорят, что Волчек произносит фразу «Мне не нужен директор, который знает систему Станиславского, мне нужен менеджер». Я понимаю, что, наверное, я сошел с ума, и мы все сошли с ума, либо что-то не так. Я уверен, что Галина Борисовна дважды ошиблась, когда позволила себе произнести эту фразу на встрече президента страны с художественными руководителями Московских театров. Я не присутствовал на этой встрече. Узнал о высказывании Галины Борисовны от ее коллег из других театров. И был удивлен, что она так сказала. Во-первых, я думаю, что директор театра все-таки должен быть образованным человеком и знать, представлять себе, что такое система Станиславского, на которой все-таки во многом строится русский драматический театр. И сегодня. Галина Борисовна упрекнула в этом выступлении, как мне помнится, по рассказам, меня в том, что я знаю Мерхольда, признаюсь, в системе Станиславского нас учили, посвящали нас в нее в школе-студии МХАТ. Что касается Мерхольда, я очень мало что знаю. И знаю поверхностно, недостаточно, мне кажется, для профессионального театрального деятеля. Но она так сказала. А вот то, что она сказала, что ей нужен менеджер, я, честно говоря, не понял, что это значит. Не понял. И должен он сказать, что долго собирался спросить об этом у Галины Борисовны. Какой такой менеджер нужен Галине Борисовне? У меня вообще плохое отношение к этому нерусскому слову «менеджер». Оно же нерусское. Нерусское, да. Что в него вкладывают там, на родине, не знаю. У нас может быть менеджер любого предприятия. Но предприятие театрально-зрелищное, театр, оно должно, конечно, строиться с учетом всех деловых, финансовых, коммерческих условий работы, но не на это. Ну, что сказано, то сказано. Да. Произошло вот это вот. Появился менеджер после вас, говорят. Но он недолго продержался. Вы знаете, тут я вам должен сказать. Ну, мы тратим время, может быть, потом это не будет нужно, и бог с ним. Ну, если коротко. По поводу менеджера. 20 февраля 2012 года я пришел в театр и узнал, что в кабинете у Галины Борисовны сидит какой-то молодой мужик. Дело в том, что я уже не очень боялся, что меня из театра уволят, потому что буквально, ну, может быть, за 10-12 дней до этого, по инициативе Волчика у меня состоял с ней разговор, в ходе которого она сказала, что Капков ставит вопрос о моем уходе из театра. Она ему сказала, как я театр знаю, как я с театром связан. Сказала такую фразу, которая сейчас вот всплыла у меня в голове. Биография современника Эрмана так переплетены, что вряд ли он не то должен, не то может уйти из театра. И я как-то подуспокоился. А тут я понял по лицам окружающих, что это вроде как претендент на должность директора. Я вошел к Волчику в кабинет, она сказала, подожди, пожалуйста, Лень, вот господин Бакулев к тебе зайдет. Не сесть, не принять участие в разговоре, она мне не предложила. Через какое-то время ко мне зашел господин Бакулев. На мой взгляд, умный, серьезный, спортивный мужик. Как выяснилось позже, в недалеком прошлом чемпиона России по теннису. У меня с ним состоялся очень короткий разговор, из которого я понял, что у Владимира Бакулева никакого представления о театрально-звелищном предприятии нету. Ну, совсем нет. И ни на какие профессиональные темы мы не говорили. После короткого разговора с Бакулевым я пошел к Волчичке и сказал ей, Галя, мне надо остаться хотя бы для того, чтобы ввести Бакулева в курс дела. Галя, помню, мне сказала, а как ты думаешь, сколько ему надо времени, чтобы войти в курс дела? Я, подумав недолго, сказал ей, и сейчас с такой же точки зрения придерживаюсь, наверное, год. Ну, за год научить человека быть руководителем театра, директором театра, я готов был попробовать. В школе студии МХАТ сколько учат? Года четыре? Четыре года? Четыре. Вы взялись за год? Да. Галя мне ответила на это. Не надо. Он за месяц войдет в курс дела. На этом кончился мой с ней разговор. Я был глубоко неправ. И думаю, что я виноват перед ней, что я не настоял и не доказал ей, что работать мне нужно продолжать для того, чтобы мог работать Бакулев. И если уж так необходимо, чтобы он по какой-то причине стал директором театра, не имея ни образовательной, ни деловой подготовки к этой работе. А вы считаете, что вы сумели бы доказать, или она была в таких предлагаемых обстоятельствах, что выхода не было? Не знаю, Александр Васильевич. Не знаю. Леонид Ильич, вот все, что произошло, все, что произошло, конечно, я так понимаю, что это был удар для вас. Большой удар. Конечно. Конечно. Это была обида и все такое прочее. Понимаете, тут я не остался на собрании коллектива, на котором Капков должен был представить Бакулева коллективу театра. Я с собрания уехал. Ну, по-моему, это нормально, это естественно. Как? Ну, мне кажется, что я поступил очень рационально и не мог поступить иначе, потому что после разговора с Бакулевым я не мог встать перед своим коллективом. Перед своими товарищами и сказать, что я им рекомендую господина Бакулева и желаю ему успешной работы. Я бы сказал, совсем противоположно. А это было ни к чему на таком собрании. Ну, может быть, я не знаю. Как знать, как знать. Как знать. Меня удивляет не это. Меня удивляет то, что все-таки вот вы вернулись в современник. Вы 23 года в современнике. Если Капков выпустил такое постановление, что руководящие работники должны до 65 лет работать, вы прошли этот срок. Ну, почему это не сделать по-человечески? Сказать, Леонидович, мы решили проводить вас на пенсию со всеми почестями, наградами, премиями и так далее. Вы столько сделали. Вы один из основателей этого театра. И почему так вот? Я позвонил Капкову и хотел ему сказать. Мы с ним были только шапошно знакомы, но я хотел ему сказать, Сергей Александрович, что вы делаете. Это, в конце концов, незаконно. Если вы находите возможным меня уволить, то по существующему закону вы должны нового директора или назначить с проведением конкурса, или с каким-то испытательным сроком, но вы назначаете человека, который... Я позвонил Капкову. И что он ответил вам? Он ничего не ответил. Его помощница или секретарь, не помню кто, сказала мне, что он, к сожалению, занят и взять трубку сегодня не сможет. И посоветовал мне обратиться к его заместительнице. Как же ее? Женя, Женя, Женя. Но бог с ними, скажите, вот... А она мне сказала, Шерменев. Да, Евгения Борисовна Шерменев. Я ей дозвонился, она мне сказала, что разговаривать не о чем, поскольку уже есть приказ о моем увольнении. Это стиль работы руководителей департамента культуры. Это грустная была история. Вывел меня из нее Олег Павлович Табаков. Раздался телефонный звонок Табакову. И он мне сказал, Лень, если можешь завтра утром приходи, только с трудовой книжкой. И вы пришли, конечно же. И я пришел, и он принял меня на службу. Табаков признал приказ зачисления меня на должность помощника художественного руководителя. И на следующее утро я уже работал в Амхате. Помощником художественного руководителя, кем и работаете по сей день. Где же этот директор театра? Уже он не работает, я так понимаю. Нет. Бакулева почему-то, не знаю почему, освободили от работы осенью 2012 года. Он не проработал и года. Я с ним встречался однажды на юбилее Людмилы Ивановны Ивановой, который проводился в помещении культурного центра памяти Виталия Вульфа. Он выступил от театра, поздравил Иванову с юбилеем. И почему-то после этого подошел ко мне, сидевшему просто на рядах, и пожал руку. Что он имел в виду, я не успел. Ну, он, наверное, все понял за этот неполный год. Но я вам должен сказать, что мне по сегодняшний день кажется, что я перед Бакулевым в чем-то виноват. Вот так вот? Да. Я как старший товарищ должен был ему сказать, куда ты лезешь, парень? Ты же этого не сечешь. А я не сказал. Я обязан был пробиться к Капкову и сказать, Сергей Александрович, что вы делаете? Это же преступление перед Москвой, городом, которому вы служите. Как же может это быть? Это же дело. И заниматься им может только тот, кто может в нем разобраться. Я же этого не сделал. Виноват. Но, тем не менее, он пожал вам руку, и он что-то понял, наверное. Не знаю. А вот прошло какое-то время, поняла ли Галина Борисовна Волчика? Она позвонила вам после этого и сказала? Никогда. Мы больше... Последние слова, которые мы друг другу произнесли, касались того, что я не должен оставаться в современнике. И, сказав «до свидания», я ушел. Больше никогда мы с Галиной Борисовной, к сожалению, глубокому не разговаривали. Да, вот такая вот грустная история, надо сказать. Ну, для нас, людей и сторонних, конечно, грустно. Для вас, я думаю, это более глубже, потому что столько лет, как говорится, бок о бок. Как вы рассказывали о крутом маршруте, когда вы вместе отдыхали в Юрмале, на Рижском взморе и нашли это произведение. Нет, нашла Галя. Ну, хорошо, но мы были вместе. Вы же, да? Кто из нас купил журнал «Далгу», я не помню. Кто первый купил журнал, это тоже важно. Это, конечно, грустно, что вот так происходит, потому что какое-то время назад я разговаривал с Сергеем Яшиным, режиссером, народным артистом России. Сергей Иванович Яшин, замечательный. Сергей Иванович, который создавал театр «Гоголя» и очень много лет посвятил, но с ним поступили, может быть, еще даже хуже, чем с вами, а может быть... И так, я вот, конечно, размышляю над этим. Правильно ли это в нашей жизни так происходит? Неужели люди... Может быть, даже и действительно наступает такой момент, когда человек понимает, что, ну, да, вот это пенсионный возраст, но нужно человеку уйти, но можно же по-другому все это обставить. Можно ли так общаться нам сегодня, как мы сегодня общаемся? Мы говорим, этот ужасный, жестокий мир сегодня. Вот так, но так не должно же быть, потому что... Если дальше будет, еще хуже. Я думаю, что так не должно быть, что к людям, обладающим опытом работы, навыкам, знаниями, надо относиться, конечно, бережно и как-то решать вопрос таким образом, чтобы эти люди использовались в работе, чтобы им давалась возможность передавать свои навыки другим. А как это сделать? Не задумывался, не знаю, но думаю, что надо быть очень разборчивым в решении этого вопроса. Вы сейчас не преподаете в школе-студии МХА? Нет. Это очень жаль, потому что вот очень важно, вот там продюсерский есть факультет, да, постановочный факультет, люди, которые будут работать в театре будущего, они будут руководить театрами, возможно. Хорошо бы вот им узнать эти истории. Вы не пожалели никогда о том, что вот тогда, в 89-м году, в 89-м, да, когда Ефремов вас попросил помочь Волочке перейти в современник, что тогда вот вы ушли в современник? Нет, не пожалел. Что 23 года прошли и вот так с вами обошлись. Не было такого? Ну, конечно, это и грустно, и непонятно. Я должен сказать, что на протяжении всех этих 23 лет работы в театре «Современник» я пользовался деловой поддержкой Департамента культуры, его руководителей, я сохранил чувство глубокой признательности, благодарности за поддержку в работе и к Игорю Борисовичу Бугаеву, бывшему руководителю Департамента культуры, и к Сергею Ильичу Худякову, предшественнику Капкова. Они очень помогали мне в работе. И то, что Сергей Александрович позволил себе так резко поступить с несколькими руководящими работниками театра, ну, упомянутый вами и очень уважаемый мною Сергей Иванович Яшин, который, кстати, работал в театре «Современник» и поставил в «Современнике» замечательный спектакль «Вензорские насмешницы о жекстве». Это был наш с ним и с его супругой художницей прекрасный, по-моему, выдающийся художницей театральный контакт. Конечно, что подвинуло Сергея Александровича на такую резкую смену, что произошло, что вот это все было сделано, не могу сказать. – Леонид Иванович, вот вы не ходите в театр «Современник», потому что это обида все-таки на то, что с вами… – Нет. – На спектакли вот сегодня. – Нет. – Нет? – А не на что пойти. – Там же все ваши друзья, артисты, с которыми… – К глубокому сожалению, близкие мне люди ушли из жизни. – Ушла из жизни Лилия Михайловна Толмачева, одна из основательниц театра, и его замечательная ведущая актриса. Ушел из жизни Игоря Владимирович Кулаша, который был единственным человеком из «Современников», позвонившим мне, когда меня уволили. он позвонил, «Леня, что делать?» – Что я мог бы сказать? – Это извечный вопрос еще с давнишних времен. Как выйти, что делать? Скажите, вот наверняка вы размышляли о будущем «Современника». Ну, как не жить, как не строить, все равно же эти годы не вычеркнешь. Вашей работы, вашей жизни в этом театре. Вот какое будущее? Галине Борисовне ведь сейчас 81 год. Она практически ничего не ставит. Есть ли какой-то, вы не знаете, есть ли какой-то преемник у «Волчика»? Может быть, из молодых? Насколько я знаю, Галина Борисовна заявила своим преемником замечательного артиста, моего товарища Сергея Кармаша. Думаю, что Сергей сможет работать руководителем театра. Но мне почему-то кажется, что он скорее директор театра, чем художественный руководитель. он, к глубокому сожалению, не имеет опыта, плодотворного опыта работы по постановке спектаклей, по созданию спектаклей. И хотя он, как очень хороший артист, может быть и советчиком, актёром, режиссёром в создании новых постановок, тем не менее, если уж на то пошло, Серёжа сегодня должен ставить какой-то спектакль. должен работать. О том, что он такую работу ведёт, я не знаю. Может быть, я не знаю. Владимир Анатольевич, вот я с вами разговариваю и удивляюсь вам. Вашей светлости, вашей чистоте, потому что вот вы сейчас отвечаете на вопрос о будущем современнике, и у вас нет никакой ни обиды, уже ни злобы какой-то вот на всё то, что... Ну, вас же обидели, вас же предали. Вот я считаю, что вас предали, и вас очень сильно обидели. Ну, это мне так кажется. Вы знаете, когда мы отключим микрофон, я вам скажу то, чего не могу сказать. Почему? Все же люди, все человеки, как говорят, скажите. Нет. Нет? Нет. Хорошо. Несколько лет назад, говорят, вот когда вам задали вопрос, Леонид Ильич, готовы ли вот сегодня вы на создание нового театра? Была какая-то ситуация? Я не знаю, при каких... Может быть, это тоже очередная легенда. И вы с готовностью сказали, да, готов. Я не помню, в каком разговоре это имело место быть, но если бы сегодня кто-то из молодых занялся этим делом и сказал бы мне, давай, дедуля, приходи, подсоби, я с радостью бы это сделал, потому что сегодня, многое продумав, я даже больше знаю, чем тогда, когда уходил из театра. Сори. Я мысленно составил для себя какие-то схемы работы театра, организации этой работы и что же в основном надо делать людям, которым эта работа достается. Спасибо вам огромное, что выбрали время и приехали к нам. Это было безумно интересно, но мне кажется, главное, полезно для очень-очень многих людей, которые нас сегодня смотрели. Это был легендарный директор Московского театра «Современник», заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман. Я Александр Мягченков, наша передача закончена. Всего доброго.